Добрый вечер. Мы начинаем третье занятие. Сейчас я дам такую вводную по поводу третьего занятия. Оно будет касаться больше, скажем так, общего понимания, почему я выбрала первые два урока по построению геносоциограмм. Подобное аналогичное видео есть на моем канале YouTube и есть у Елены Климчук. Мы снимали этот диалог, эту встречу вместе с командой «Вольный трейдер». И спустя один день с этой же презентацией, но немножко в другом ключе, я выступила в Академии родологии у профессионалов, которые занимаются построением геносоциограмм уже много лет. Это базовый метод для них. Этот метод я использую в своей работе, семейного психолога, и поэтому с него мы и начали, потому что зная историю рода, легче и проще работать с человеком. И ты знаешь, как ему можно помочь более эффективнее и быстрее. Поэтому данный метод я использую очень активно, и он мне нравится, и он достаточно дает хороший, высокий результат. И третий урок, он будет построен как раз на лекции, которая была озвучена на встрече с профессионалами. И там будет использована ряд каких-то других вещей, которые бы не были озвучены для трейдеров. Но я думаю, эта тема вам будет вот с другого ракурса интереснее. И вы можете эту же лекцию посмотреть уже для трейдеров. И опять-таки аудитория. Та аудитория, о которой я рассказываю, первое, они профессионалы, второе, это женщины. Это те люди, которые очень быстро схватывают этот материал, его принимают, качественно интерпретируют. И это ложится как хлеб на масло. Я всегда говорю, есть такая фраза, как шерочка с машерочкой. Поэтому здесь уже просто идет обмен опытом, дана литература, какой я пользуюсь, и те приемы, которые я использую в своей работе. Поэтому третье занятие, оно будет обобщенное. И вот последний слайд, что необходимо знать, что необходимо собирать. Это как раз то, что вы для себя должны определить. Где вы находитесь, с кем вы находитесь сейчас, что вы ждете от жизни, какие у вас потребности, какие у вас желания, чего вы хотите добиться, какие у вас цели. То есть вот это все, вот эта лекция, она вам очень поможет разложить вот так все по полочкам. Ну и опять-таки техника безопасности всегда рекомендую и настоятельно. Это поднимать уровень физических нагрузок, быть в тонусе, гулять много, дышать активно, общаться с близкими, друзьями, больше юмора, комедии и так далее. Чтобы пройти весь вот этот период трансформационный, который у вас сейчас начнется, в связи с поиском той или иной информации, да, и ее структурирование, вам пригодится ваше здоровье. И оно всегда вам пригодится. Всегда это нужно, это ваш ресурс, это ваша сила, мощь, энергия. Все надо уметь аккумулировать и все надо правильно распределять. Я желаю вам при качестве, немного хуже, но слышимость хорошее, изображение хорошее. Я думаю, все вам будет понятно и доходчиво доведено до сведения. Поэтому я желаю вам приятного просмотра. И перехожу к монтажу вот этой части лекции. Растягиваю, все, вот так видно. Видно? Так, вот смотрите, я называю, вот это сегодняшняя наша встреча немного, я назвала от уровня к уровню, потому что любое ваше движение по жизни идет графично, это я вам тоже покажу. И вот каждый переход от уровня к уровню, он сопровождается определенными сложностями. И мы поэтому рассматриваем сейчас тему, какие мы, где мы, что мы, да, это вот здесь. Я работаю в основном с мужчинами, в данном слайде я использую мужчин, потому что, как правило, все финансы и все семейные взаимоотношения у нас с ними напрямую связаны. Поэтому, а я в силу того, что вот позиционируюсь на них, чаще всего мне приходится с ними общаться, их консультировать, то вот этот слайд я выставила вам без девочек. Девочки здесь, мальчики там. Вот, теперь смотрите, вот здесь не только возраст, да, как мы его воспринимаем об ЭЦД, это в том числе еще ваш возраст, например, в какой-то теле. То есть это узко, например, ваш возраст в продологии. Ваш возраст, то есть вот у нас Докучаев здесь. У нас как мэтры используют, ну, все Докучаевы, они уже как мэтры, да. И если мы берем любую другую профессию или тему, мы тоже в этой профессии как-то реализовались. То ли мы пока еще новички, то ли мы профессионалы, то ли мы уже те, которые преподают. То есть любую профессию можно разложить на это. Любую сферу деятельности, любую, вот все абсолютно, в том числе семья. Если семья, то сколько лет семье, какие циклы в семье. Поэтому я здесь вот взяла это ваше личное представление, как вы для себя это определите. Да, вот нижняя строка – это уровень эволюционный. Верхняя строка я называю индикатором благополучия. Первую строчку я ставлю, в первую позицию я ставлю генетику, психогенетика и родологию. То есть все, что связано с генетикой, рождением, передачей наследственных каких-то вещей по телу и так далее. В том числе и модели поведения. Второе – идет мозг. И вот это физическое состояние, время, циклы. И что сегодня. Вот следующий слайд, он более детально разбирает вот эти индикаторы. Ну, генетическое предрасположенность мы рассмотрим попозже. Берем мозг. Мозг, он развивается в зависимости от социально-культурно-исторических факторов. То есть в какой среде находится, с кем живет, с кем коммуницирует. Большое значение играет воспитание, образование, опыт, среда обитания, окружение. На этом мы тоже остановимся. Вроде все нормально, но голос подсел. Здоровье, стресс, стрессоустойчивость. Вот тему Дарья затронула стресс. Это еще тема касается предрасположенности к рискам. Если она есть, то стрессоустойчивость высокая. Если тема риска не отработана и в небе никак себя не проявляли, то это будет прохождение сложного. Подготовка. Это понятно, да? Ваше физическое тело, насколько оно утренировано, ваши мышцы и все виды систем. И я беру еще виды зависимости. Есть виды зависимости приятные, а есть малоприятные. Это наркотики, алкоголь и игромания. Ну и прочие, которые могут сопровождаться с ними вместе. Это уже как следствие. И время. Время я беру как жизненный опыт влияния, кризисообразующие факторы, потому что это тоже циклично. И вы их попадаете. И вы в них попадаете не только потому, что у вас есть генетическая предрасположенность попасть в кризис, но и потому, что существует еще независимо от нас цикл развития стран, цикл развития нации и, в принципе, Земли. Ну, если мы берем как-то так крупно, да, планеты, потом сужаемся, сужаемся до континента, до страны, до города или до республики и так далее. Ну и личные ваши возрастные циклы, которые тоже влияют. И вот на сегодняшний день, вот мы сегодня, да, здесь даже спрались. И что можно изменить с учетом вот этих всех индикаторов. Если мы меняем параллельно хотя бы что-то, вот что-то вы подтягиваете, а что-то вы не можете по определению, тогда вы беретесь за что-то одно. И тогда все остальное начинает подтягиваться по определению, потому что нет выбора в вашей системе. Ну, и это те графики, о которых я говорила. Значит, берем опять-таки, то ли вы можете это разложить, это свобода творчества, да, свобода вашего выбора. То ли это цикл, вот сегодня, вот, ну, например, пятилетний для вас, десятилетний, может быть, это цикл всей вашей жизни. То есть решать вам. Я поэтому ставлю время, года, месяцы, дни, как вам удобно. Ну, и вот все эти показатели, которые я выше озвучила, но я их озвучила вот неподробно, да, так более-менее схематично, чтобы у вас в голове отложилось, это как уровень энергии. И сегодня вы об этом говорили. Есть такие фразы, вот, хотелось бы энергии, хотелось бы того и всего. Но, как правило, энергия всегда ключевая, потому что она происходит от некой производной, которая называется любовь. И вот эта тема любовь, она вот, ну, на самом деле, краеугольная. Если она есть, энергия есть, если ее нет, энергии нет. Но это вот чисто по-женски, да, я не беру тему там, откуда берется энергия и так далее. То есть вариантов масса. Поэтому я сюда вкладываю как благополучие, развитие ТП и ТД у каждого свое. Теперь графики. Есть люди, которые живут, вот, как жили, как по судьбе. Было дано, вот и идут. И особо у них тема, кстати, вот эта успеха, которая нам, я считаю, что убили в голову. К этому я пришла недавно совершенно. И меня это озарило. Люди живут и слава Богу. Вот есть такая фраза. Вот в деревнях люди живут и слава Богу. Лыковые жили и слава Богу. То есть есть люди, которые живут и все нормально, и все хорошо, и у них все достаточно. То есть это хорошо. Это и неплохо, это хорошо. И их условия, условия их комфортные, их вполне устраивают. И вот, кстати, я такие семьи встречаю. Они до сих пор, они выучились, поступили, работают на заводе. Как работали на заводе, так и работают. Получили пенсию, родили детей. Все замечательно. И все так идет спокойно. Никаких катаклизмов, никаких каких-то вещей. Сад был, вырос. Собами построили, крышу покрыли, где-то перекрыли, где-то что-то. Вот, знаете, есть такие люди, я всегда удивляюсь. Вот жили они и жили. И не нужна ведь. Им и книги не нужны. Им и тренинги не нужны. Им вообще ничего не нужно. У них и так все хорошо. Корова доится, доится. Козы пасутся, пасутся. Все замечательно. Куры несутся. Есть, значит, у кого, как правило, заложено, ну, я считаю, что, может быть, ну, как правило, заложено, да, признание, власть, еще какие-то вещи, то они вот начинают доминировать. У них есть такое желание, у них позыв, у них есть такая подребность. Здесь я беру красную линию, которая очень резко поднимается, а потом также падает. Средняя вот такая бежевая линия, коричневая, это когда люди падают, а потому что таки поднимаются. И есть те люди, которые все четко отслеживают. Я вообще их называю евреями. Молодцы, обожаю эту нацию. Вот у них все четко рассчитано, все идет по полочкам. Они передают все свои ценности от семьи к семье. Дети все это несут. Наследство правильно распределяется, они это увеличивают, умножают. У них, кстати, очень тема об взаимополощи разнита, потому что их уничтожали, да, вот это вот сложные были времена. У них это они были, и они поэтому это ценят, жизнь они ценят, ценят они каждого еврея. То есть вот с точки зрения нации они вот оберегают, ну, это пествуется. Но это як и так условно. На самом деле очень много наций, национальностей в том числе, и вот те, кто, ну, вот у нас и татары, и башкиры в нашем регионе, они тоже такие, да, то есть у них все планомерно выстраивается и вот чтят все традиции. Поэтому здесь вот я только как пример привела, но на самом деле таких национальностей много. Идем дальше. Что способствует? Ну, вот как бы можно ли из этого состояния выйти сюда? То есть да, я считаю, можно, но требуется очень много усилий, потому что иногда зачастую мы не можем людей убедить пойти сюда, потому что им уже все. То есть нет, они не верят, они уже не могут, они не хотят. И это вот мы сталкиваемся с тем, что зачастую в нашем роду, в нашей семье такое происходит. Если вы консультант, консультируете, то вы чаще, ну, и часто тоже встречаете таких людей, которые вот находятся в этом состоянии. Как идти? Вот хорошо, если можно объяснить и показать, и все это дать, да, и человек понимает, что да, генетическая предрасположенность есть, и мы с вами здесь собрались. Но зачастую наши близкие не хотят это слышать или слушать, или им это непонятно, или они как бы в это не верят, или они не хотят к этому обратиться. Тогда мы начинаем действовать вот по этим принципам, по этим индикаторам, которые так или иначе рано или поздно их проведут к тому, что они смогут вот это узнать и захотеть это узнать. Потому что, как правило, энергии нет у людей даже вот сюда заглянуть и изучить. То есть такое тоже бывает, и я не знаю, вы с этим сталкивались или нет, но мне приходилось с этим сталкиваться. Потому что заглянуть в свои родовые корни нужна энергия. Мало того, нужна любовь к этому роду, нужно любопытство, интерес и много других факторов, которые вот, а нет, не хочется. Там если скопились какие-то обиды многопоколенно, о чем ты говоришь, какая родня, я ее там как бы видеть, не видела, знать не знала. Ну и вот сейчас вернемся уже к тому, о чем объявлено сегодня. Это генетическая предрасположенность, родология в том числе. Да, я вот здесь вот разложила как генетическая предрасположенность и модель поведения наследована от предков в течение нескольких поколений. Значит, из той истории, с которой мне пришлось столкнуть, я вот сразу прям вот так откровенно, и мы, у Ирины всегда говорили, что здесь конфиденциальная информация, она бенежно распространяется. Значит, в 2010 году у меня стоял вопрос развода. Ну, причем я как бы уже была настроена серьезно, потому что я обошла всех психологов, я обошла многих специалистов смежных. Вот, и мне все рекомендовали развод. То есть однозначно вам развод, это ваш выход, другого выхода нет, и все психологи возьмутся. То есть это было настолько. Ну, хорошо, хорошо. Но тут мне кто-то подсказал, что существует система Тойча, идеал метод Тойча, я с нее начала. Она в 2010 году пришла ко мне вот как информация. И сразу я скажу, пока далеко не отошла. Я, ну, я вообще человек такой, максималист, да, я сразу приобретаю все книги, всю литературу, я все книги Тойча, у него порядка там было семи книг. Вот так они выглядят на будущее, если вдруг, да. Значит, все книги Тойча я прочитала за неделю. То есть у меня был такой апгрейд очень серьезный, и я стала эту методику изучать и по ней действовать. И вот где-то через месяц, я даже придумала какую-то свою схему, работа с кризисом, работа с раздражающими факторами. У меня был такой разработан алгоритм, я уже по этому алгоритму начала жить. Но через где-то два месяца я поняла, что я пошла в какой-то, знаете, такой вот. Ну вот мне все равно. То есть энергия есть, любви нет, и мне все равно, потому что меня ничего не раздражает, меня ничего не волнует, у меня все замечательно, и все хорошо. И вот будучи в этом состоянии, я вообще вот что-то нет, креатива нет, творческих каких-то моментов нет, вот такое равнодушие наступило. И мне посоветовали обратиться уже к специалисту в этой области. Мы там общались, и дальше вот все поправилось. Это то, что касается развода. То есть мы не развелись. Все было замечательно, я нашла вот эти ходы-выходы, стали жить дружно и хорошо. Вторая встреча уже с учениками, кстати, те, кто учились у Тойча. Вот я занималась с теми, кто учился у Тойча. И вот Валерий Васильевич был одним из, и вот следующий этап был у Валерия Васильевича. Его методика отличается тем, что он использует ресурсы. Вот мы сегодня с вами об этом поговорим. То есть тема ресурсов, роду, это один из основополагающих моментов, которые у вас есть в качестве потенциала для того, чтобы вы могли поднять этот энергетический уровень. Поэтому здесь вот я пока пишу о методах и говорю о методах. И есть такая теория семейных систем Мюррея Боуна, можете изучить, это все есть в прямом доступе. Это поддержание связи с родом при любых условиях, анализ происходящего и реабилитация. Ну, Валерий Васильевич об этом тоже говорит. Но у них проведены исследования. Что будет, если вы будете поддерживать связь с родственниками? Звони писать, посылать подарки, делать что-то еще. Вот что происходит с последующими потомками? Когда вот эти делают это, то потомки делают что? И вот эта вот связь с перепиской, с поддержанием. Даже, почему я пишу, вот здесь реабилитация происходящего. Если вы найдете оправдание человеку, вы выступите в качестве адвокатов, а не обвинителей, тогда все поворачивается иначе. Вы встаете на его позицию и понимаете, что он это сделал не специально. Он это сделал для чего и почему. То есть это очень важно. Имейте в виду, когда вы работаете вот со своими родственниками. И если вы видите, что кто-то осуждает, кто-то там выговаривает, а вы понимаете со стороны, как зрелый человек, что это не просто так, а по определенным причинам. Вот эта вот реабилитация его самого и среди родственников стоит очень дорогого. Потом начинает буквально внуки, начинает себя совершенно по-другому вести. И я вот это наблюдаю даже в своем роде. Что еще? Значит, инструменты, как я работаю, как правило. Вот есть тема. Так, демонстрация экрана есть? Да, да, да. Значит, я использую факт-карты. Факт-карты – это когда человек вот здесь и сейчас. Вот я вам дала предыдущий график. Вы определяете, где вы здесь и сейчас, в какой позиции находитесь. И вот начинается. Кто я, какое состояние, в каких ролях. Роли вы выполняете много. Вот мне Светлана там тогда, я с прошлой встречи говорила. Сама себе не принадлежу. Только внуки, мужи, дети и хозяйство там, да? Там у нее так прозвучало. То есть получается вот это вот именно у него состояние, если она в семье. Значит, роли бывают разные. Это где-то вы сотрудник, где-то вы коллега, где-то вы друг и так далее, и так далее. То есть это вот вы определяете по факт-карту. Где я? Время, цикл, среда, обитание. Где вы находитесь в это время? Где вы живете, в каких условиях? С кем я? Окружение, семья, друзья, коллеги. Какой я? Какой у вас характер? Какие модели поведения? Какой уровень удовлетворения жизни на самом деле сегодня у вас? Вот. И геносциограмма, это вот уже идет, когда мы разобрались сами с собой, кто мы сегодня здесь и сейчас, потом идет геносциограмма построения. Анализ контента обязательно. Контент – это содержание, история. Это присказки, это слова, которые выдают. Ну, это понятно, да, о чем я говорю. Исследование семьи и рода, законы рода, ресурсы рода. Выявление неэффективных моделей поведения. Ну, и как результат, да, мы когда работаем, это программа коррекции, изменения поведенческих моделей. Это вы знаете. Что я еще дополнительно использую, чтобы процессы пошли? Одно дело, мы, значит, ну, я, правда, ребята, выбилась со времени, прошу прощения, но мы приближаемся к финишу. Значит, одно дело, мы прописали коррекционные программы, выявили, значит, модели, мы работаем с информациями. Другое дело, что вроде все сделано, а процесс не идет, не запускается. Значит, есть тема для разбора, ну, она необходима. Это причина психосоматики, если человек все-таки болеет. Тема телесно-ориентированной терапии мы помогаем самому телу, подключаем темы творчества. Я пишу, правда, такими фразами профессиональными, а на самом деле это как бы массажи, релаксные мероприятия. Потом работа. Работайте, если трудотерапия вам поможет расслабиться и получить какое-то удовлетворение, то начинайте с этого момента. Обычно чистка помещений, строительство, все, что угодно, навязывая вот какие-то там вещи проделать. Измените методологию, ну, тема есть методология мышления, то есть вот после коррекционных программ вам придется все равно менять мышление. Но это мышление связано как раз с работой мозга, и здесь вот большая там сформация происходит. Если, значит, нет у вас в роду никаких таких вариантов, откуда взять примеры ресурсов, вот бывает ресурсы есть, но вот картинки нет, потому что вот как здесь уже затронули вопрос, что вот наши-то жили так, а мы же так не жили, тогда идет тема расширения контента и моделирования. То есть это создание некого идеального образа, который бы вы хотели, и его дополнение какими-то вещами. Ну и среда обитания окружения. Значит, по поводу... Сейчас я вот тут посмотрю, какой слайд у нас. Ну давайте сюда еще, не буду дальше. Значит, какие модели у наследованные от предков, вот с чем чаще всего у мужчин. Я опять акцентирую, но приходится встречаться. Но и не только у мужчин, я сейчас беру пока у мужчин, потому что тема актуальна для многих. Программа незавершения, не дойти до цели. Предрасположенность к потерям, годовщина, синдром сиротский, успешность быть первым, да, да или нет, нет. Значит, все эти вещи, да, они присутствуют. Я не буду сейчас вот здесь подробно останавливаться, потому что вы в курсе. Определение вы знаете, но это вот самые распространенные вещи. Ну и что очень хорошо работает, это династия. И лучшие результаты у потомков, как правило, у тех, кто в династиях военных, казаков, хозяйственников, фермеров, купцов, торговцев, программистов. На сегодняшний день это программисты, юристы, экономисты. Потому что экономисты, они все равно идут в тему хозяйственников, но бывали экономисты многопоколенные, то есть бухгалтеры многопоколенные. Они назывались раньше по-другому, у них профессия называлась, не бухгалтер, вот, но они шли там с 1905 года. То есть были эти профессии, просто у них названия были другие. Почему? Они, эти династии добиваются лучших успехов. Даже если это не династия, в вашем роду были эти люди, потому что вот самые ценные качества для любого мужчины это долгосрочное планирование, возможность это сделать. Дисциплина, это железо бетонно, сказал, сделал. Как говорят, мужик сказал, мужик сделал. Системный подход и ответственность высокая. То есть нет дисциплины, нет ответственности, все очень взаимосвязано. И тема у таких людей, у них цель вообще на самом деле за пределами жизни. Это несколько такой восточный подход, но каждый, например, мыслит о том, что вот его внук то-то-то, вот когда-нибудь, даже если его не станет, будет то-то-то. И вот эти вот фразы, брошенные между делом, они как раз очень сильно работают. И для того, чтобы облегчить работу с мужчинами, надо всегда определить миссию мужчины в роду. Если вы прямо вот эту вот фразу устанавливаете для себя и начинаете вопрос этот задавать, или хотя бы сами модель эту прописали, а потом ее вы задаете, то дело двигается очень быстро. Геносоциограмма, вы знаете, что это такое? Не отвечаю. Вот приблизительно, что происходит в наших родах. Ну, это вот тот алгоритм определенный, да, который решается. Ну, условно, пусть это будет электрическая схема, для всех понятно. Есть какие-то базовые вещи, а есть дополнительные. Меняя любую дополнительную вещь, на выходе результат будет всегда меняться. Вот у вас как раз та картина, и вот это я предыдущими графиками, схемами и индикаторами хотела показать то, что вот уберите вы что-то одно, то вот здесь на выходе будет вообще другое. Поменяйте показатель. Было 5, сделайте 10. Было 100, уменьшите на 10. То есть вот какие-то вещи вы просто уменьшаете. Есть негативные модели поведения, сразу сложно измениться. Но хотя бы уменьшить. Было на 10, сделайте на 7. Доведите до 3, потом до 0. Но у вас всегда должна быть замена альтернативы. Не бывает пусто там. Если вы что-то убрали, замените чем-то. Потому что любая система, она не потерпит изменений. Ну, запчасти, да, разобрали машину, какую-то запчасти убрали, сказали, а так и было, и нормально поедет. Она поедет, а потом где-то в какой-то момент она рухнет. Поэтому где убрали, должна быть замена. Замена на что и какая замена. Насколько она будет более качественной, чем та, которая... Ну, в психологии вы знаете, что так работают вот расстановки, но я еще беру вот как бы факт каких-то таких вещей, где вот, например, для мужчин понятна электрическая схема, механическая схема. И если вот на этих вещах вы будете объяснять и показывать, тогда это будет гораздо проще. Ну и вот заключительный кадр. Успеврай. Значит, энергия здоровья. Мы вернемся к тому же, и там были те графики. Да, вот мы сегодня здесь и сейчас вот здесь. Ну, правда, у меня дата старая стоит. Мы с Ириной разговаривали 13-го, вот мы там и эту тему затронули 14-го. Я вот еще подготовила и предыдущие группы. Если у вас сейчас уже все хорошо, и вы до встречи уже у вас все было замечательно, значит, на сегодняшней встрече вы делаете какие-то дополнительные выводы для себя, которые приобщат и других в роду. Не только вы, но и другие успеют вас догнать. Потому что хуже нет, когда вы впереди планеты всей, а народ вообще за вами не успевает. И в итоге вы уходите из этой семьи, уходите из этой системы. И где-то живете в Лондоне, в Америке, где-то живете в Париже, неважно, в Москве. Ну, родственники вот чисто так перечислили им деньги, позвонили им, и все на это. И нет уж никаких диалогов, как понимаете, что оторванность произошла. А люди за вами не успели. Далее. Если вы находитесь в неком таком вот, ну, это можно назвать. Это называется флэт, это называется канал, это называется колбасня. Вы расколбасе и не понимаете, что как, да? Но я вот разными фразами говорю, что кому что ближе, тот и поймет. И как вам выйти? Вот если вы будете изменять один из показателей, вы все равно пройдете вот этот вот тот критический уровень, на котором вы находитесь, который пройти не можете. Если тогда вот уровень результатов вот на выходе той схемы, то есть, скажем так, вот этот вот график, это как раз результаты, которые можно показать вот тут графические. То есть здесь все отрицательное, а здесь уже пошло положительно, а здесь вот полностью запомнено. То каждый уровень при изменении вот этих всех с учетом, с учетом ваших ресурсов в роду и с соблюдением обязательно духовных законов, законодательной базой я называю, у вас все будет замечательно и у ваших родственников у всех тоже. Так, вот этот доклад я закончу. По литературе. Те книги, которые использовала я, когда занималась этим вопросом активно. И первое, самое основное. Значит, книги Тойча. Их порядка семи. Они есть в Амазоне, библиотеке. Тойч приезжал в Россию, кажется, если я могу ошибаться, в 1998 году по 2001-2002. Он читал лекции в Москве, в МГУ, для профессиональных психологов. Он давал тему психогенетики. И так она у него называлась. У него была методология и идеал метода Тойча. Это отдельная такая тема. И вот эти книги, это лекции, которые он читал. В России они переведены на русский язык. И здесь данные. Здесь как раз вот тема стратегии решения личных проблем, менталитет успеха, духовность, самосознание, личности. Много книг. Они все есть в доступе. Чем хорош этот метод? Он, правда, дает темы разотождествления с родом. Или, другим словами, разиндентификацию рода. Валерий Васильевич Докучаев. У него есть учебник «Основы родологии». Он ученик Тойча. И он учился у него, они защищались, по-моему, даже, кажется, в Америке. И у нас еще в России была его ученица Людмила Евгеньевна Васильева. Я тоже у нее училась в свое время. Мы с ней сотрудничали по новым вопросам. в Центре социального инжиниринга. К сожалению, у нее нет книги. Но у нас была выпущена совместная книга с ее учениками. Она называется «Потенциал это сколько?». И находится эта книга у меня на сайте. Можете скачать. И там история всех ее учеников. То, как жил, какие процессы у них происходили трансформационные. И как они работали на сайте. Также книга Докучаева «Наследники рода». Она есть в магазинах. И тоже она есть везде. Что бы я еще порекомендовала? Вот тема Горяева, я говорила. Квантовая генетика и волновая генетика. Но есть еще тема такая квантовая психология. Она тоже относится. Но здесь нет темы работы по геносоциограмму. Здесь есть тема о том, что информация сохраняется. Она никуда не девается. Она передается. И как вы ее понимаете? Как вы ее чувствуете? Это, в общем-то, вопрос физики. В данном случае квантовой физики. И на базе квантовой физики есть квантовая психология. Книга Дерябина. И еще все, что очень сильно влияет на развитие мозга. На развитие вашей личности, вашего рода. Это среда питания. Я об этом говорила. И у нас есть эта книга в группе «Счастливый трейдер». Я даю ссылку на эту книгу. Это те вещи, которые работают очень сильно. То есть вы можете переехать в одну страну, в другую страну, в город. В одном городе вы реализовываетесь, в другом нет. В одной области вам хорошо, в третьей нет. То есть вот это пространственное перемещение по планете Земля тоже очень сильно влияет на развитие личности, на работу мозга, на реализацию. И даже на реализацию всего рода. Вот это то, что касается книг. Читайте, изучайте. Тема очень интересная. Она грандиозная. Она захватывает. Этим можно заниматься бесконечно. Это раскрывается, раскрывается. Каждая коробочка, коробочка. Как вот эти, как матрешки. Открыли, а там вот это. Открыли, а там это, а там и так далее, и так далее. Это можно раскрывать бесконечно. Я думаю, у вас эта тема не только заинтересует, а может быть даже заинтересует ваших детей, внуков. И им будет этим интересно заниматься. Ну, желаю приятного изучения всех уроков и легкого прохождения всех этапов ваших изменений. То есть я желаю, скажем так, легкости в эффективном изменении. Давайте, всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok